здравствуйте друзья еду я сегодня в аэропорт очередной раз не так часто мы встречаем гостей ну так чтобы я вот лично ездил там в аэропорт но я на самом деле люблю это делать потому что каждый раз у нас видео каждый раз человек интересный в интересный момент его жизни и я знаю что у нас зрители очень любит эти сюжеты любят ставить лайки посылая так позитивный такой добрый импульс в направлении последующего благоустройства этого человека в соединенных штатах его успешной миграции сегодня понедельник 19 ноября и у нас гость часто спрашивают знаете говорят скажите а вот вы всех подряд встречаете или как-то вот так не 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 обязательно вот всех вообще вот какие критерии критерий такой что в общем то это люди относительно знакомые то есть они не то чтобы знакомые так что вот я их там всю жизнь знал но они с нашего канала они как правило едут в нашу школу как правило но я не хочу сказать что все сто процентов но может быть там девяносто там два процента это люди которые едут к нам учиться вот и не обязательно то есть по всякому бывает но как но это всегда люди которые как бы из нашей вот сферы вот из этого круга людей которые смотрят на наш канал которые как-то вот так мы в общем знакомы может быть заочно там по комментариям там по каким-то таким другим делам то есть но я не не то чтобы вот совсем уж прям так вот такая мать тереза которая только и делает что в аэропорт есть и встречать мне проще там кому-то дать там 30 долларов чтобы он встретил чем и самому куда-то мотаться но я просто люблю как бы сюжеты хорошие делать то есть для меня это возможность снять какой-то сюжет аэропорт вот если сан-хосе как сейчас мы едем это близко тут но что-то там 15 минут 20 минут тем более так по вечернему времени так что я в общем с удовольствием мне не в напряг а я там и живу на самом деле относительно недалеко но там от аэропорта мне может быть минут 15 до дома но мы конечно из аэропорта не поедем ко мне домой а мы поедем вот примерно туда где мы сейчас мы вернемся потому что наш гость снял помещение тут какое-то для проживания временно видимо на airbnb он мне адрес дал и вот мы едем его встречать вот он аэропорт я машинку свою поставил может быть видите там красненькая такая поставил машинку и перехожу на ту сторону нам нужно на ту сторону 3 снизу написано аляска 805 но вот где-то он вот должен будет приехать а сейчас 746 ведь на красном вот у нас тут барахлишки сюда придет сколько тут их транспортеров то 12 всего три транспортера ведь как хорошо а вот оттуда приходят люди которые прилетают вот по этой лесенке они спускаются и двигаются сюда за багажом что у нас еще есть у нас еще есть магазинчик такой куда бедно starbucks надо будет воспользоваться и взять кофейку вот елка уже осталось чуть больше месяца до рождества и недавно построенное здание стать как красиво вот такая перспектива тоже друзья вот транспортер эскалатор как правильно назвать даже не знаю в общем короче лента ловим лента вот на ленте красный ну естественно красные вы из какой страны то из той самой красной страны красный чемодан представляетесь даже не стоит до речь представление очень приятно откуда из москвы прямо вот прямо из москвы и прямо из столицы так и чего приехал то приехал учиться нет научиться ладно иммиграционно иммиграционно приехал неделю назад въехал по 9 2018 куда въехал то вот в нью-йорк съездили мы уже посмотрели на будущее место жительства да где у вас будущее место жительства индианаполис мама родная так интересное место это знакомые там там незнакомые там грядущие работы супруги понял чего делает она и чар менеджер и там будет и чар бизнес партнер что-то вот вот такой вот с ума сойти то есть она как бы хорошо по-английски может ну да у нас не мы работаем уже сколько лет в иностранных компаниях поэтому мы спокойно мальчик развлекается так но хорошо вот поэтому да у нас с английским рабочий язык так хорошо таковые чем занимались я занимался очень много чем изначально самого начала я был системный администратор но образование какое образование московский что им физически как и же мифи мифи уйти какой физика автоматика из пучков заряженной частиц и ускорительная техника то есть далеко от скажем так да ну у него института надо же было заканчивать потом надо было кормить семью а поскольку я не понял они там перестали ускорять частиц ты линиса в порядке то есть частицы ускоряются хорошо ускоряются кафедра живет работает хорошо идем вот нам человечек идем чего дальше работали админом работал админом потом пошел по айтишной стезе вверх потом работал айти менеджером айти менеджер что делает айти менеджер нажмите вот ту кнопочку друзья вот эта кнопочка говорит что мы хотим перейти нормально нормально сейчас нам будет там пешеход изображен так давайте менеджер потом главным айти менеджером по стране айти менеджер занимается тем что отвечает за все что в чем есть электричество а квалификация это его в чем как управление процессами он должен видеть ну вот как я всегда делил на два типа айти менеджеров одним интересно железо как работает а вторым как это железо работает для бизнеса понятно то есть именно железо не не система не со и софтвер и системы и железо и все это применение бизнеса чтобы она работала и помогала я смотрю там 19 лет айти менеджер 21 там он уже синер айти менеджер и никто никогда не был просто админом там он сразу айти менеджер ну может быть это зависит от образования если ребята там если совсем нет образования тогда сразу айти менеджер хорошо я думаю там ли мы идем ну наверное там давайте дальше вот туда немножко вперед пройдем моя машинка похоже там стоит ну хорошо так подождите а что у вас сколько лет то мне 38 ну там семья может дети там меня семья у меня трое детей трое так и где же они все они пока ты я и уехали в москву потому что у супруги рабочие контракт начинается в январе так и сейчас мы приехали открыли визы надо было открыть до конца ноября понял а вы должны к январю как бы перековаться в тестировщики по курсу до января то я еще наверное не успею ну где-то где-то так теперь вот это наше транспортное средство так давайте вы значит по хозяйски подойдите вот давайте ногой открывать вот давайте я с ключом подойду надо еще вот так она хочет хозяйского тепла это моя хоть да это моя да там у меня лежит кое-чего это шмотки моей внучки младшей которые мы должны отдать приятелю у которого тоже есть внучка значит закидываем пока багаж да а пачком его до багажа у вас немного там смотрю вы знаете про процедуру с нажатием кнопки я значит друзья для тех кто смотрит первый раз вот тут есть кнопка вот она видите вот эта кнопка она закроет крышку багажником и процедура состоит вот чем это интерактивная процедура вы тоже сейчас будете все принимать участие вот если вы уже поставили лайк уже пусть будет вот но не надо отжимать но в общем-то сейчас такое будет время для всех кто не поставил лайк его поставить это неважно вы смотрите через день через месяц или через год ваш лайк не пропадет в том смысле в каком у вас доброе намерение значит тимофей сейчас имя такое необычное прямо но хорошо значит тимофей сейчас нажмет кнопочку вот эту и в этот момент подождите дверь начнет закрываться крышка начнет закрываться багажника и это на самом деле символизирует то что закрывается дверь в прошлую жизнь и начинается дорога в новую жизнь и будущее значит в этот момент когда он нажимает кнопку вы тоже вы нажимаете кнопку лайк под видео и как и пока крышка будет закрываться мы будем тут нас тут немного вот мы будем вдвоем ликовать вот давайте ну все все поехали раз многие друзья многие ликуем уже многие друзья мечтают нажать эту кнопку вот тимофей нажал видите ему там подмигнул автомобиль молодец да давай ведь поехали